Флагманские Kia поставляются в Россию с 2012 года, но стабильности в названиях не достигли. Первое поколение у нас продавали как Kia Quorys. Вторую генерацию мы знаем уже под американским именем K900. Однако в родной Корее седаны всегда назывались K9, и только с рестайлингом корейцы решились на унификацию. Российский офис Kia сообщает, что обновленный седан уже сертифицирован. Внешность перекроена, хотя габариты прежние. Сузился прищур фар, увеличена решетка радиатора. На крышку багажника приладили светодиодную полоску, поэтому номер переехал на бампер. В салоне обещана более современная мультимедиа. А вот из двух моторов останется один V6 3.3 с восьмиступенчатым автоматом и полным приводом. От пятилитрового двигателя V8 корейцы отказались совсем. Но взамен не привезут ни доступного на родине атмосферника 3.8, ни турбомотора 3.3. Цены мы узнаем к весне. Логично предположить, что переименовав седаны K5 и K9, корейцы возьмутся за смену и других вывесок. Хотя обновленный в сентябре Церата пока остался при своем имени. И еще о седанах Kia. Прошлой весной марка удивилась седанам K8, который пришел на смену абсолютно неприметной модели Cadenza. Пятиместный кузов Fastback, ромбовидные поворотники, похоже, дизайнерам марки дали карт-бланш, чтобы те сотворили нечто неординарное. Притом запала хватило не только на внешность. В хай-течном салоне чувствуется острое желание сделать почти премиум. Кстати, у дорогих версий интерьер отделан кожей Nappa, натуральным шпоном и алюминием. Каждое переднее кресло имеет по 7 пневматических камер. Плюс дорогущая акустика, 9 подушек безопасности и куча современных ассистентов. Платформа осталась прежней, переднеприводной. Но моторы свежие, из серии Smart Stream. Притом со старшей V-образной шестеркой впервые доступен полный привод. И в корейской гамме есть даже газовая версия. В общем, машина получилась почти выдающейся. Тем удивительнее, что дорогой седан на постсоветском пространстве вдруг предложен в Узбекистане. И только не падайте сходу с локальной сборкой на заводе ADM GZAK, который уже выпускает Селтасы и К5. И хотя Узбекистан курирует российское представительство Kia, в самой России экстравагантная восьмерка не обещана. Во всяком случае, выводить К8 на другие рынки СНГ официально не планируют.